Всем привет! Сейчас раннее утро, ну не настолько раннее, в 8 часов, решил я, сосед машину заводит, Волга. Решил я сегодня прокатиться по новому маршруту, не знаю, что из этого получится, поехать в сторону Биска. Ну, чтобы попасть на Бискую трассу, мне примерно километра 3-4 надо преодолеть по Новосибирской трассе. И там, и там интенсивное движение. Вот это, конечно, меня беспокоит, знаю, что из этого получится, но надеюсь, что все будет хорошо. Мы всегда надеемся. Ребята, заприметил я вон там повозку, знаете, вот когда плуг, к нему зацепляют прицеп и еду. Тут хочу догнать, чтобы машины меня сильно не прижимали. Вон какая повозочка. Идет примерно 22. Колеса восьмерет передний, капец. Жаль, свернул. Ладно, будем так передвигаться. Вот она развязка. Биск, видите? Видите? Трасса Новосибирск-Барнаул. Эй, блядь! Да, ребята, к автобусной остановке чуть не прижал меня. Жаль! Поворот Набийск Проехал я 5 километров от дома А вот это торговый комплекс Калина Это на въезде с новосибирской трассы на Бийскую Были мы когда-то здесь 6 лет назад с дочерью с ее будущим мужем понравилось Заезжали года 3 назад с женой Ну хорошо, кормят дорого, но а что сейчас дешево Ладно Поедем по трассе Ребята, вот видите наверху виадук железнодорожный Но на нем растет трава Мне даже интересно стало зайти на него Смотрите Вполне приличный себе мост Это примерно не примерно сейчас точно скажу 2 километра от своротка на Бийскую трассу с новосибирской Вот сколько здесь живу столько этот виадук есть Ни разу там не был Сейчас попытаюсь подняться Да, достаточно крутое место Смотрите Дерево когда-то росло Подниматься вроде нормально не проскальзывать Ну вот он виадук Ребятушки Вот он Бывшая железная дорога Почему она стала не нужна хрен его знает Из леса в лес Интересно Плиты-то еще вполне себе Снимут конечно Вот такой обзорчик Ну сколько тут метров 5 есть высотой Больше наверное Вот туда Бийск Это на Солнце А в обратную сторону Прямо до Новосибирской трассы Влево в Новосибирск Ой Влево в Барнаул Вправо в Новосибирск Ну все Будем двигаться В Бийск Пока Проехал я 7 километров от дома Все нормально Как говорится Полет продолжается Даже смотрите Заделывали Относительно недавно Раствором Чтобы не разрушалась Линия Ой линия Эстакада И градус Тут Градусов 45 Минем Май Водичкой Надо попить Доехать Опять У меня Педаль Заскрепила Как она Уже Достала Уфа Уфа вот смотрите примерно на седьмом километре от новосибирской трассы появилось вот такое строение раньше не было ну раньше это три года назад и здесь вот это было с левой стороны а с правой стороны видите грунт разрабатывал тоже что-то делать будут пустырь был что-то делать такое ощущение что дорогу возможно даже связь с трассой которая на новый мост идет поток на этой трассе не просто большой а бешеный сейчас маленько просвет я быстро камеру вытащил потому что невозможно когда навстречу колонна идет и обгоняет тебя колонна это просто офигеть вон там слева тоже разработки большие грузы вынуждают меня спрыгивать с трассы ну потому что просто зацепить могут страшно уже еду по обочине ну куда еще нифига в притирочку вот видите слева разработка идет кто будет смотреть с алтайского края может знаете 220 не знаю докуда это потому что знаю что до биска не более 120 с этой точки наверно до маймы 220 фу пылюка было чистое поле чур разрабатывают вот такие вот большие грузы а этот вообще дымит чадит фу блять я думаю что это я первый и последний раз по этой трассе еду а а и а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, нехорошо так говорить, но первый и последний раз по этой трассе. Реально, что ожидал, то и получил. Долго я собирался. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас трасса пойдет вниз и начнет петлять по сосновому буру, по-моему. Ну, там перемешку. Посмотрим. Вот почему по всей трассе вот такую не сделать, техническую полосу. Тоже что-то собрались строить 222. Продолжение следует... Продолжение следует... А вот это с вороток налево... Это в деревню или в село Жилино. Тоже у меня есть с ним история связанная. То ли туда повернуть... Не, я поеду, куда наметил... ДБ-ключи. Бензин у нас в Алтайском крае. Наконец, мая 2020. Сзади машина уже подпирает. Мне-то не надо заправляться. 92-й, 40,05. 95-й, 42,55. Газпром нефть. Да, назад придется в горку маслать. Ну, ничего. Ребята, бляха-муха. Как будто украли асфальт. 10 сантиметров буквально. Вот видите. Обочина, я имею в виду, 10 сантиметров. А вот это бор. Поднялся в горку. Видите, как все сделано. Срезано. То есть, для того, чтобы проложить дорогу, срезали рельеф местности. Вот так. Фу. Ну все, по-моему, сейчас дорога только вниз. Но зато потом назад все придется. А потом Б-ключи. Да, вон уже виднеются там флажки. Поближе поеду, включусь. Речка здесь. Скорее всего, Лосиха. Ну да, река Лосиха. Знаете, ездил в Южной Дакоте на велике. Там трассы вот так не подняты. Ну, насыпь у нас высокая. Там прям едешь, и кажется, вот она, по земле. Не знаю, в связи с чем это связано. Вот она и речка. Баюновские ключи. Баюновские ключи. Б-ключи. Значит, от дома, от моего, 19 километров до вывески. Заехали мы в Баюновские ключи. Тут уже пошире дорога, видите? Обучена. Здесь, с правой стороны, когда разрешили заниматься предпринимательством, появились очень много лавок, кафешек. Потом, через какое-то время, они позакрывались. Давно не было здесь. Сейчас посмотрим, что здесь понастроили. Вот заправки этой не было. Вижу здесь магазин крупной сети. Кафе какое-то сейчас было одно. и вот там еще кафешка. Ну и все, собственно. А, вот Бэксэк кухня вот с левой стороны. Все. А была такая площадь, прям кипела жизнь. Ну, не знаю, может, сейчас тоже кипит. Может, рано приехал. Время-то еще, наверное, девяти нет. Так, на спидометре у меня ну, 19 700. Около 20 километров. Что, сейчас, наверное, водички попью до назад. Вот это центральная дорога Баюновских ключей. Когда еще здесь буду, на велике, тем более, прокачусь, наверное, туда вверх. А вон там, видите, камаз военный. Там какая-то точка была ракетная раньше. Сейчас, не знаю, врать не буду. Все-таки решил прокатиться по центральной дороге Б-ключей. Посмотрим, что изменилось в деревне. Я тут не был, может быть, лет 10. а может, больше. Дорога явно тут не менялась. Улица так и называется, центральная. Да. » Стоит designing, возможно, главное. Продолжение следует... Участковый путь к полиции, даже по-английски написано. Надо же. Улица Молодежная налево, улица Садовая направо. Тут где-то был, должен был быть дом культуры. Школа, смотрите. Здравствуй, школа. Ну все, ребят, пошли плиты. Дальше не поеду. Не знаю, может что-то интересного лишаю себя. Ну, похоже, тут все одно и то же. Разворачиваюсь, еду назад. Проехал я 20 километров в одну сторону. Ну, теперь за двадцатку. Итого сороковник сегодня будет. Место тихое, спокойное. Знаю, что многие люди с деньгами из Барнаула строят здесь дома из Новолтайска. То есть воздух хороший. Инфраструктуры нет, как обычно. А так бы, чего бы не жить. Там, скорее всего, детский садик. Показать, ребята. Видите, газ здесь есть. В этой деревне есть газ. Это уже плюс. Вон на каждых домах проведены газопроводы. Какой-то праздник, что ли. Флажки гоняют. Уже вторая машина. О, ребята, таксофон есть. Представляете? Не знаю, работает, не работает. Ну, все, выезжаю из деревни. Нам направо. В сторону Барнаула, Новосибирска. Сейчас у меня будет два подъема. Таких крутых. И один спуск. Примерно на расстоянии трех километров. Ну, что, девочки и мальчики. Сейчас дорога будет тяжелая. Полоска рядом с ней узкая. Экскурсию я провел вам до близлежащей деревни Баюновские ключи. Сейчас камеру в карман. И маслать. Маслать в горку. Вон там горочка. Если видно отсюда. Если будет что-то интересное, обязательно включусь. Поднялся на вторую горку. Фу. Вон вдали уже виднеется Новосибирская трасса. Приближающая. Осталось где-то километра полтора до нее. И После этого километра четыре и дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот проехала сегодня 40 километров Может чуть больше Значит Буду кататься и дальше Смотрите Привет Сергею Леону Виталию Добрянскому Короче говоря Всем Кто меня смотрит Велосипедистам Пока-пока